Заслуженного сотрудника сочинской милиции поздравили с приближающимся днем Великой Победы, вручили цветы и памятные подарки. Встреча прошла в почти семейной обстановке. За чашкой чая Григорий Иванович показал фронтовые фотографии и рассказал о своем боевом пути. Его призвали на фронт в 17 лет. Еще со школы, увлекающейся авиацией и математикой, он мечтал стать военным летчиком, но подвело зрение. А вот здание тригонометрии, причем на очень высоком, для тех времен уровня, пригодилось для защиты Родины. Стал артиллеристом, как только командиры узнали, что он увлекается математикой, сразу же перевели в вычислители. Это сейчас улыбается ветеран, все считают компьютеры. А тогда все приходилось держать в голове и вычислять быстро, потому как обстановка на поле боя меняется молниеносно. В составе своего дивизиона старшина Григорий Любченко прошел всю правобережную Украину через Кишинев и Познань, участвовал в Висло-Одерской операции, дошел до Берлина, а войну окончил в Поздаме, там, где принималась капитуляция нацистской Германии. Но очень хорошо помнит, как форсировал Одер, в ход шли всевозможные тактические хитрости. Без малого 34 года Григорий Иванович прослужил в органах внутренних дел в различных подразделениях сочинской милиции, от уголовного розыска до паспортно-визового отдела. А после выхода на заслуженный отдых ветеран увлекся реставрацией картин, а затем сам стал писать полотна. Григорий Иванович предпочитает работать в стиле импрессионистов и соцреализма. На стенах квартиры целая выставка портретов, натюрмотов и пейзажей.